Добрый день, дорогие телезрители! С вами передача «День студента» и мы, его ведущие, Ольга Абрамова и Алексей Александров. Сегодня с вами музыкальное училище имени Фёдора Павлова. Да, кстати, в училище продолжаются мероприятия, посвященные 90-летию нашего учебного заведения. И 29 ноября праздничный концерт проводят отделение искусства эстрады. Мы всех приглашаем, приходите 29 ноября по адресу Московский проспект, дом 33, корпус 1, 18.30. Вас ждет замечательная музыка, джаз и не только. Да, обещали, что будет очень жарко. И сегодня у нас в гостях человек, который стоял у истоков формирования этого отделения, Николай Анатольевич Козьмичев. Здравствуйте, мы очень рады вас здесь видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Анатольевич, далеко не во всех музыкальных заведениях нашей страны имеется такое отделение, как искусство эстрады или эстрадно-джазовое направление. Наверное, в таких отделениях мечтают обучаться огромное количество молодежи. Как у вас обстоят дела с конкуренцией среди молодежи и с бюджетными местами? Да что вы имеете в виду под конкуренцией среди молодежи? А поступление, что ли? Да, которые хотят обучиться современному пению именно. Ну, именно, да, поток абитуриентов насколько велик. Очень болезненный вопрос, на который можно долго отвечать. Конечно, это проблема, однозначно. Естественно, этот жанр, это направление в России нужно развивать. Я все время говорю, что, например, эстрадно-джазового вокала в России, как школы, ее нет до сих пор. И по понятной причине. Потому что во всех учебных заведениях преподают оперные вокалисты. Вот. А они понятия, большинство из них понятия не имеет, что такое современные жанры музыкального искусства. То, что показывается в средствах массовой информации, это, простите меня, это не искусство. А вот искусство спрятано от эфира, от большого эфира. Народ просто не видит, не знает. Мы же с вами более разговаривали. Я вам показывал, какие артисты есть в мире. И как далеко ушли вот эти профессиональные музыканты. И слава богу, что у нас в Чебоксарах есть. Слава богу, что удалось мне в 91-м году открыть это отделение. Потому что действительно в Поволжде раз-два я общался. В Казани только вокально-эстрадное отделение инструментального нет. А у нас же не только вокалистов обучаем, а инструменталистов, что очень важно. Потому что, если нет инструменталистов, это похоже на просто кружок самодеятельности во Дворце культуры. Когда, знаете, мне вставят там фонограмму какого-то известного музыканта, дают, ну-ка, Ваня, вот возьми и выучи это на слух. Так не должно быть. Ну, я, например, когда занимаюсь, я обязательно все это выкладываю в нотах, чтобы человек понимал время, ритмику, стилистику, в которой все это происходит. Человек должен это понимать. То есть должен быть человек образованным. Вот этого не хватает. Естественно, надо это развивать. Однозначно. Потому что не только у нас, в Чебоксе, в Поволжье мало этого, а по всей России у нас раз-два я общался. Самое известное заведение – это Государственный музыкальный колледж эстрадного джазового искусства в Москве. Вот и, можно сказать, еще и в Ростове есть вертикаль. Детская музыкальная школа, я имею в виду джазовое, дальше училище в этом же направлении, и в консерваторию факультет. Или кафедра, я не знаю, как там называется. Вот у нас. А у нас, кстати, музыкальные школы какие-то подготавливают? Обитварианты? Да, готовят. Ну, например, вот Алексей Иванов, наш преподаватель по протопиано, он работает в ДШИ-3. Но, опять-таки, это больше похоже на инициативу работников, тех, кто там работает. А, по идее, надо уже давно открывать во всех музыкальных школах. А то мы работаем почти с нулевыми ребятами. И еще умудряемся подготавливать для поступления их в ВУЗы. Понимаете? Да. Ну, и плюс еще, конечно, надо, чтобы у нас была эта вертикальная детская музыкальная школа, училище, вот наше отделение, и, естественно, высшее учебное заведение. А этого нет вообще. И есть в Институте культуры отделение музыкальной искусственной эстрады, насколько я знаю, там только преподают вокал. Инструменталистов нет. А в ЧГУ вообще нету. А, тоже, по-моему, только вокалистов. Это же надо обеспечить инструментарием, оборудованием. Оборудованием. У нас, кстати, очень комичная сейчас ситуация. Я, с одной стороны, должен поблагодарить нашего директора, Светлана Владимировна Белуус, о том, что она сумела выбить средства финансовые для того, чтобы закупить современнейшие инструменты и оборудование. Я ей очень благодарен. Светлана Владимировна, я очень вам благодарен. Кстати, у вас в классе действительно очень душевная атмосфера в этом плане. Заходишь и столько различных удивительных инструментов, которые создают удивительные замечания. Но мы пока не можем им пользоваться. Потому что в финансовых органах работают люди, ну, не совсем владеющие информацией. Они считают, что вот этот электрогитарный инструмент, а у нас электрогитара – это целый комплекс. Электрогитара – комбик с динамиками, усилитель, кабели к ним, стойка обязательная для того, чтобы можно было ставить, чехол, чтобы сохранять инструмент. Вот этот комплекс. И нам не запрещают эти деньги использовать для покупки, например, кабелей. Это же абсурд. То есть они у нас лежат, а воспользоваться мы ими не можем. Как у вас все сложно. У нас на отделении взял гармошку. Ну, хорошо, да? И звучит. Ну, погодите, еще технологии доберутся и до вас. Доберутся, доберутся. Кстати, я бы с большим интересом воспользовалась. Ну, да, проблема существует. Интересно еще, как в таких условиях жесткая конкуренция, если уже дальше куда-то, как профессионал, выходить? Как можно выжить вообще? Как попасть на большую сцену? Сейчас, когда так много талантов и людей, стремящихся к этому. Да, можете рассказать пример. Но здесь опять еще одна мощная проблема. Проблема такого, российского масштаба, да не только. Работа у музыкантов в основном в Москве, отчасти в Питере. Но не только в музыке. Ребята, которые занимаются музыкой, уезжают в Москву, работают на заработки. Но и люди других профессий. Так ведь? У нас, посмотрите, сколько гастарбайтеров из постсоветского пространства. Вот такая же ситуация. Как это изменить? Это должно удумать правительство. У нас просто нет возможностей таких, чтобы выпускники могли оставаться и работать. Но, тем не менее, остаются, и мы рады. У нас на отделении работают наши выпускники. И Ареса Вероника Иванова, наша выпускница 97-го года. Сейчас Севрук, выпускник 2017-го года. Я очень надеюсь, что Гриша заменит со временем меня. Я же не вечно здесь буду находиться. Чтобы все, что мы наработали за эти почти 30 лет, сохранилось и развивалось дальше. Я, честно говоря, мечтал, а не безосновательно, чтобы в Чебоксарах наше отделение стало неким центром в Поволжье. В Поволжье. Куда бы могли приезжать из других республик. Ведь существует же Беркли Скул в Америке. Международный колледж, на который съезжают со всего мира. Платно. Но там же у них та же система грантов разработана. Если ты поступаешь, тебе дают грант на семестр. То есть оплачивают тебе всю учебу. И если ты сдаешь на пятерке, его продлевают. Но если не сдаешь, говорят, простите, пожалуйста, платите сами. Вот это такая интересная штука. Насколько я понимаю, у нас есть выпускники, которые сейчас успешно поступили в Москву и продолжают выступать на самых крутых площадках, можно сказать. Ну, в Питере и в Москве у нас две такие чувашские диаспоры уже образовались. Однозначно. Я уже много раз говорил. Вы выпускники вашего отделения? Ну, конечно. Естественно, в первую очередь, как всегда, я говорю о Петре Михееве, один из самых востребованных музыкантов. И вот вы видели, недавно был концерт джазменов, студентов из Московского государственного института культуры, куда поступили наши выпускники этого года. У нас, кстати, есть небольшой видеоролик с этого концерта. Вот он, это совсем свежий материал. И ваши выпускники на этом видео. Давайте его сейчас посмотрим. Возлов клубе. Да. Там Паша Васильев, вокалист, и пианистка Юлия Александрова поступили. Да. Давайте посмотрим. А с того, конечно, в Питер поступила нынче. В нас трое. С четырех выпускников. Кстати, это премьера сегодня, поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно и реагируйте тоже очень красиво. Ребятки волнуются. Спасибо, особенно первокурсникам нашим. Спасибо, браво. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу услышать от вас особенный аплодисмент на нашему бенду. Jazz Magic Руководитель, потрясающий музыкант, великолепный дирижер и аранжировщик Сергей Долженков Наша бомбическая ритм-секция Портепиано Вячеслав Быстров Бас-гитара Дмитрий Кудрявцев Влад Исаев Где он? Браво! Петр Михеев барабаны И гитара Виктор Чеплыгин Вот, это были съемки в главном джазовом клубе страны, насколько я понимаю, да? Да, конечно, в клубе Козлова. И как приятно, что Лариса Долина, всемирно известная певица, называет имя Петра Михеева, нашего выпускника. Да, конечно. А там еще в коре выступал Паша Васильев, который иначе поступил. Там Юлия Александрова. Это здорово. Ну, в общем, очень приятно. Очень приятно действительно видеть выпускников наших в таких крутых, классных заведениях. Вообще поражает. Ну, насколько я понимаю, для музыкального училища и вашего отделения главное событие года – это конкурс Чеба-джаз. Да, фестиваль-конкурс. Вот можете рассказать для телезрителей о нем поподробнее, что он себя представляет, как в нем поучаствовать, может быть, кто приезжает, это региональный, межрегиональный, всероссийский. Могу рассказать, конечно. Меня часто очень приглашают в качестве члена жюри в различные города страны. И я вижу, что творится в этой сфере, и мне много не нравится. Просто все это происходит в пустых залах и носит такой формальный характер для того, чтобы педагоги получили грамоты. Мне хочется, нам, вернее, нашему коллективу, хочется все по-другому. Мы провели бы в январе этого года уже первый фестиваль, и он прошел довольно-таки удачно. Мы специально делаем его в дни зимних каникул, когда общежития учились в свободное, чтобы люди, приехавшие к нам из других городов, не просто выступили и уехали, а остались, приночевали, посмотрели друг на друга, то есть познакомились, чтобы был мощный контакт. Вот в этом плане мы будем работать и дальше. Удачно прошел этот первый конкурс. Я думаю, что должен быть удачный пройти этот конкурс. Действительно, это больше... 17 января 2020 года приглашает на наш конкурс. Совсем скоро. Мам, пап, потому что у нас действительно интересно. И оборудование интересное у нас теперь. То есть у нас все возможности для того, чтобы добиться успеха на нашем конкурсе. Это все проходит... Есть видео с гала-концерта, в конце этого конкурса. Давайте его посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Чувашская эстрадная музыка здесь в регионе, потому что на данный момент сложно сказать, что Чувашская эстрада действительно развивается. Вы знаете, я в Чебоксарах живу 54 года. Для меня Чебоксары родной город, вторая родина. И Чувашия, естественно, родина. И, естественно, я изучил чувашскую музыку. Мне нравятся очень народные напевы чувашские. Море прекрасных напевок. И у меня несколько композиций есть на эту тему. Дело в том, что это пентатоника. Чувашская мелодия народа – это пентатоника. Но дело в том, что и блюз тоже пентатоника. И гармония джаза. Очень легко ложится при ананжировках Чувашской мелодии. Ложится на эти мелодии. Поэтому очень интересно работать в этом направлении. И очень перспективно. Но, я повторяю, здорово, что у нас есть такое отделение. Нужна образованность. Вы меня спрашивали до съемок, как вы относитесь к Чувашской эстраде. Но вы сами прекрасно понимаете, что это очень низкий уровень. Но плохого ничего нет, что они выступают. Слава Богу, что выступают. Все равно, рано или поздно, это будет все соприкасаться. Но однозначно должны учиться. Вот образование в этом направлении надо развивать. И тогда будут более мощные шаги в этом направлении, в развитии всего этого. Интересно, вы как педагог, насколько открыты к экспериментам, к смешению стилей. Может быть, мы с народного отделения. У нас был опыт сотрудничества с ребятами с эстрадного отделения. И получилось что-то новое, свежее, необычное. Мне кажется, было бы здорово нам больше как-то в училище взаимодействовать. Ну, Оля, я вам подсказывал, кого нужно слушать. Смотри, Якоб Кольер. Да? Вот, я не знаю, моя такая психология. Я не консерватор. Я считаю, что жизнь развивается. И музыка развивается. И мы обязаны, преподаватели, все время идти в ногу вот с этим развитием. Те профессионалы, молодые, которые в мире сейчас существуют, они уже вобрали культуру предшествующих музыкантов. Понимаете? Поэтому нельзя все время сидеть, смотреть там в 20-30-е годы. Надо смотреть, что сейчас творится вот сегодня. И мне это очень нравится. Молодые ребята идут так, что, я не знаю, я в восхищении. Так здорово. Кстати, о молодых ребятах нам удалось поговорить со студентами с вашего отделения. Давайте посмотрим небольшой видеоролик, как раз-таки, где студенты расскажут о своей жизни на эстрадно-джазовом направлении. Прошлой зимой тут был потрясающий фестиваль-конкурс Чеба-джаз. Да, это был первый всероссийский конкурс. Он проходил у нас в училище, и я в нем участвовала. Но перед поступлением я, как обычно, волновалась. Была возможность посмотреть на других участников, а также посмотреть на конкурентов. А что ты планируешь делать после окончания училища? Ведь сейчас жесткая конкурент. Планирую поступать в Москву, в институт культуры, а также на эстрадно-джазовое отделение, на фортепиано. Почему ты решила поступать на эстрадно-джазовое направление? Это самое перспективное здесь отделение. А, ты в прошлом году участвовала на фестивале Чеба-джаз? Да, участвовала, я гран-приз вела. Насколько я понимаю, ты участвовала там со своей песней, которую сама же я аранжировала. Да. Вот можешь об этом подробнее рассказать? Откуда черпаешь вдохновение? Я черпаю вдохновение из природы. С детства просто люблю природу. И как бы в параллели связываю жизнь с природой и пишу об этом в своих песнях. Обожаю наше училище. Самые лучшие, самые классные ребята выступать. Здесь все очень-очень круто, здорово. Планы на будущее такие, что, ну, соответственно, обязательно поступить, продвинуться дальше по этой сфере обязательно в Москву. Ну, хватает ли тебе, как выпускнице, как человеку, который уже столько лет занимается эстрадной музыкой, вообще это направление в Чебоксарах? Как оно представлено? Да, ну, у нас, конечно же, как и во всех городах, проходят творческие конкурсы по абсолютно разным направленностям и также и вокал тоже абсолютно разнообразный. Только заниматься, чувствовать себя комфортно на сцене, классно петь, дарить людям улыбки, радости и, соответственно, что прекрасный тамбор голоса. Николай Анатольевич, большое спасибо за такую увлекательную, содержательную беседу. Ну, и спасибо вам. Вам успехов тоже. Спасибо. Благодарим. А вот наша передача «День студента» тем временем подошла к концу. Поэтому, Чебер Юлар. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова